Здравствуйте! А я продолжаю рассказ о заключении коллективного договора в городской поликлинике номер 52 Выборгского района города Санкт-Петербурга. Итак, из прошлых роликов вы знаете, что администрация поликлиники вывесила проект коллективного договора. На своем сайте мы его рассмотрели и увидели, что их проект не соответствует коллективному договору, потому что там нет никаких улучшений, там есть просто копия Трудового кодекса Российской Федерации и некоторых приказов правительства Санкт-Петербурга, а также есть ухудшения, в том числе за вредность снижен отпуск работникам скорой помощи с 14 до 7 суток, а также отдельного внимания заслужило именно то, что главный врач оставляет за собой, не советуюсь ни с кем наказывать любого сотрудника по 23 пунктам, которые там прописаны. Вот такой вот проект коллективного договора. Ну, администрация решила поиграть в демократию и сказала, несите свои предложения, но очень быстренько-быстренько время вот вам вот, ну, поработайте там ночью, посидите, почитайте, там что-нибудь сделаете, и вот в понедельник, последний срок, всё, отмашка дана. Ну, у ячейки профсоюза действия всегда есть коллективный договор, проект коллективного договора от работников, все работники ознакомлены, проект структурирован, основан на докерском коллективном договоре, туда включены отраслевые соглашения, короче, всё красиво, всё нормально, он всегда под рукой. Из него мы сделали 219 предложений в проект коллективного договора, администрацию, но хотите, нате, получите. Если разобрать все подпункты, там где-то 250 этих предложений, я этот документ приложу к этому ролику. Также мы принесли коллективный договор, именно проект коллективного договора от работников, от профсоюза действия, а также отдельную бумажку о том, что проект коллективного договора от администрации вообще не соответствует именно понятию коллективного договора. Я прикрепил каждому документу вот такую вот визиточку, вот так вот эта визиточка выглядит, где написано не только телефон, но и факсы мыла, то есть, если что, звоните, я по каждому пункту раз беру. Почему только я? Да потому что открылся только я из профсоюза, потому что если всех открыть, то сразу же начнётся травля. И вот 3-го числа последний момент, я это всё зарегистрировал, а люди, которые пошли после меня, то есть других подразделений, именно к секретарю, она уже не ставила, не ставила ничего, никаких штампов. Идите, идите, то есть демократия закончилась, идите к юристу, вот юрист, пусть у вас это всё и принимают. А документы не зарегистрированы, юрист так вот так вот брал его, вот так и куда-то в неизвестную сторону клал. 4-го числа собралась комиссия, комиссия собралась в неудобное время, до профсоюза действия даже не довели, что собирается такая комиссия, туда пригласили сотрудники поликлиники для того, чтобы разобрать предложение. Вот, и когда я спросил, как же вы так разобрали все наши 219 предложений-то за какой-то час с небольшим, мне юрист сказал, ну как вот, я это сам рассмотрел и сказал, что там всё необоснованно, нереально и не соответствует. Блин, ну вы бы позвонили мне. А как, спросил юрист, как, как, я же вам всем раздал вот такие вот визитки, со всеми, со своими телефонами, факсами, мылами, как, как можно, почему вы меня не позвали? Ну понятно почему, поэтому и не позвали, потому что стал юрист и сказал, ну вот тут есть 219 предложений, но всё не соответствует, нереально и не обоснованно. Итак, ключевые слова нереально, не обоснованно, не соответствуют. Так ли это? Но давайте рассмотрим несколько предложений из 219, которые предоставил профсоюз действия. Локальные нормативные акты работодателя, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором или соглашением, являются недействительными. Ну нереально. Далее бегло. Итак, проводить взаимные консультации с профсоюзами по вопросам регулирования трудовых отношений не соответствует. Участвовать в управлении организацией не обоснованно. Составлять штатное расписание, советуясь с профсоюзами, не соответствует. Переобучать работников сокращаемых до расторжения трудового договора не соответствует. Инструктажи по охране труда в рабочее время – не обоснованно. Остановить работу при угрозе жизни с составлением акта – не соответствует. Качественную спецодежду в срок – нереально. Перерывы и вода в жару – ух ты, не соответствует. Продолжительность рабочей недели – 30 часов без снижения уровня заработной платы? Да не может быть! Вот здесь я хочу остановиться поподробнее, потому что поступают вопросы – как это 30 часов рабочей недели? Что же идти? И потом, и вот что же, и как же? Разговор идёт о 30-часовой рабочей неделе и о свободном времени. Свободное время и время отдыха не надо путать. Под свободным временем подразумевается время для всестороннего развития. Вот отработали 5 часов в день, и дальше вот час, вот это свободное время, тратите на то, чтобы обучаться. То есть покорять новые вершины, участвовать в управлении своей организацией. Вот что значит свободное время, а не пить там где-то пиво и смотреть телевизор. Не путайте, время отдыха и свободное время. Но опять же, я рассматривал в предыдущем ролике, что работники здравоохранения умирают до 50 лет чаще, чем в других категориях работников. Что надо делать? Надо сокращать вредность. А как сокращать вредность? А надо сокращать рабочий день. У нас других вариантов нет. И по оплате труда, так как у нас финансирование поликлиники идёт не только от правительства города, но и из других страховых организаций. Ну, например, при обслуживании иностранных граждан, это отдельная статья, деньги приходят. При обслуживании жителей других регионов, а их в Санкт-Петербурге очень много, которые приезжают и в гости на лечение. Это отдельные деньги, мы предлагаем ими делиться. Но это можно прям сразу три слова поставить. Необоснованно, нереально и не соответствует. А также мы предлагаем делить фонд заработной платы 90% к 10, где 90% оставлять работникам, 10% отдавать администрации. Потому что мы стали прикидывать, если заведующее отделение относится к заработному фонду работников, то что же тогда остаётся администрации? Мы даже 30 человек не смогли насчитать. То есть главный врач, его замы и дворники. И вот они берут 40% заработного фонда. Но как-то здесь тоже можно поставить вот эти необоснованно, нереально, не соответствует. Итак, мы рассмотрели несколько требований в количестве 60 штук, которые реально не обоснованы, реально не соответствуют, реально нереальны. Файлы будут прикреплены к этому ролику. И, естественно, все вот эти пункты, все требования я лично могу обосновать. Но не надо идти вот в эту вот стезю обосновывать всё. Потому что когда вы начинаете в такую игру играть с администрацией, то получается как в детской игре. Это когда, знаете, бежишь за человеком в догонялке. И вот этот человек внезапно останавливается, делает вот так вот руки и такой. Ой, чик-чик, я в домике. И там начинается. А я через окно, а у меня там пули не пробиваем. А я в дверь, а у меня там бронь, а у меня там сейф. И всё, что не скажешь, и всё сваливается к этому. Естественно, вы не знаете, что делать, потому что вы не посещаете комитет рабочих. Вы не записываетесь в профсоюз действия. Вы смотрите эти новости, которые идут по каналам центральным. Естественно, там вот я даже выписал, потому что это не запомнить. Екатерина Вилкова, Анна Чиповская, Екатерина Шпица на вечеринке в Сочи. А то, что в Пензе бастует уже 500 сотрудников скорой помощи, и что им уже частично удалось выбить то, что они выдвигали своих требований, а ни много ни мало повысить зарплату в два раза. А до этого было то же самое. Сидел чиновник в домике, и когда к нему приходили, что? Денег? Что денег? Есть деньги-то? Есть? А, мало? Так не надо есть. Будете есть, будет мало. А как только началась забастовка, сразу частично удовлетворили требования. Поэтому любые действия за коллективный договор надо подкреплять коллективными действиями, включая забастовки. Но вернёмся к коллективному договору. Итак, у нас два проекта коллективного договора от работников, представленных Просоюзом Действия, и проект коллективного договора администрации. Итак, 6 числа делегаты от коллектива голосами 12 против 3 голосуют за коллективный договор администрации. Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! А как же так? А вот так! В следующем ролике я расскажу, как администрация обстряпала этой дельце. Но меня постоянно сейчас спрашивают, а вы знали, что так будет? Да, конечно, знали. Чего тут знать? Что тут прогнозировать? Посмотрите, большинство коллектива просто отстранилось от подписания коллективного договора. Это первое. А во-вторых, спрашивают, а что же делать? А делать то же самое. То же самое, что делали до этого. То есть агитировать, агитировать и агитировать. Потому что вот это показательное выступление администрации просто развеяло все иллюзии, которые были внутри коллектива. Что что-то там за вас кто-то что-то порешает. И опять же, про Трудовому кодексу Российской Федерации. Процедуру по принятию соглашения об изменении в коллективный договор можно начать в любое время. То есть, вот сегодня приняли вот этот вот непотребный коллективный договор, а завтра уже можно начать процедуру по принятию соглашения об изменении этого непонятного коллективного договора. Чем и будет заниматься профсоюз действия в ближайшее время. А пока, пока. Продолжение следует...